Это Курбана-Басова 33, у меня квартира 27. Сколько человек согласилось и сколько осталось в доме? Значит, осталось у нас сейчас 7 человек, 7 семей в доме, 7 семей, которые не соглашают. А сколько выехало? Выехало, по-моему, тоже 7 или 8. Вам предлагали 1500 за квадрат? Мне вообще ничего не предлагали. Их на запуску оставили? Они сказали, мы сейчас расправимся с вами, с нижними там, а потом с ними расправимся. Вот они сегодня приступили расправляться. Мы обратились в наше отделение, восьмое отделение полиции, что на каком основании ставят эти заборы. Напишите заявление. Написали заявление, через два дня пришли, ставили эти заборы, и полиция стояла, охраняла их, чтобы, не дай бог, с ними ничего не произошло. Про рабы в данный момент тот, вы не в курсе? Какие прорабы? Здесь мародеры, здесь никаких прорабов нет. Прорабы все прячутся. Хотите их адрес, пожалуйста, вот кафе в садике, там сидит Арзу, его зовут. Он сегодня руководил вот этим всем делом. А этот Арзу кто вообще? Никто, мы представления не имеем. Мы не имеем представления. Я вам говорю, вот пришел один, представился, имя его Расим. Я доктор наук, профессор, каких наук он, не знаю. И весь его разговор свелся к одному единственному. В течение 30 минут он мне рассказывал, почему распался Советский Союз. А этот Расим, собственно, кто? Он заказчик этого дома? Он хозяин, покупатель? Он вообще кто? Вы понимаете, это афера, которая совершается на государственном уровне. И все об этом знают, и все молчат, все делают вид, что ничего не происходит. Это вроде бы частное лицо. Частные лица приобретают это. А потом они перепродают той компании, от которой они действуют. А компании перепродают гораздо дороже. И вот разница эта идет чисто ганом в карман. Ни налоги не платятся за это. Ничего абсолютно. Об этом знают все. Об этом знает налоговая полиция. Налоговая, поскольку она куплена вся налоговая. Им платят. Наша полиция платит им. Как это так? Над человеком издевались. Семью выкидывали. Нас две семьи русских здесь было. Выкидывали самым безобразным образом. Выкидывали из квартиры. Всем остальным разрешили жить по три месяца, по три с половиной месяца. В течение недели выкинули их. Над человеком издевались. Наркотики пытались засунуть ему в карман. Севикровку начали ругать, обзывать. Такие нехорошие слова сказали ей. Она даже чуть не плакала ночью. Я пришла к нему. Я говорю, ты зачем обзываешь ее? Он мне говорит, пошла к яцу отрешала. Мне говорит. В феврале месяце 2013 года к нам пришел человек, именуемый себя Расим, и сказал, что ваш дом будет подвергаться сносу. В 2013 году, в феврале месяце, 1500 монат на территории Байлова, это была нормальная сумма. Мы понимаем, да, мы живем в ветхом жилье, но надо понимать, что в этом жилье люди проживали чуть ли не сто лет. Вот у меня архивный документ есть, я сейчас покажу, да. Архивный документ. Он говорит о том, что семья Тюшиных проживала здесь ровно 92 года. Мы не против программы экономического развития города, Баку и поселков, но при этом надо учитывать наше мнение и наши интересы. Никто не имеет права приходить в наш дом, угрожать, не знаю, каким-то психологическим воздействием воздействовать. Я сам русский по национальности, я воевал за территориальную ценность Азербайджанской республики, я имею боевое ранение за освобождение Агдаринского района. Просто для меня это унижение, что ко мне в дом приходит кто-то, начинает подбрасывать мне наркотики. Просто из-за того, что я ему говорю, что у тебя нет документа, дающего право вести с тобой переговоры. Покажи мне эти документы, и я буду с тобой вести переговоры. Они пришли до президентских выборов, и я, естественно, задал вопрос, потому что цены начали расти. Я говорю, а по каким расценкам вы теперь будете расценить, потому что цены растут. Все будет хорошо, все будет хорошо, прошли президентские выборы. Я лично, моя семья, мы все голосовали за президента Азербайджанского республики, действующего президента Ильгама Алиева. Прошли президентские выборы, нам пришли и сказали, что вот цена 1500. Я говорю, понимаете, бензин поднялся, цены везде на квартиру поднялись. А 1500 даже разговора быть не может. Я не могу купить квартиру, вы что, о чем вы говорите? Хотя бы 2500 дайте, мы нормально пойдем купим жилье. Естественно, мне сказали, что никаких тебе 2500 мы не дадим. Вот вам 85 тысяч, и больше мы с вами разговаривать не будем. Я сказал, раз вы с нами не будете больше вести переговоры, тогда я с вами не буду вести переговоры. 23 декабря, где-то в 12 часов дня, меня вызывают, значит, Арзу, и говорят, что подойдите, типа, у них этот Адель Мяалем, который, этот липовый адвокат, у них, типа, как сказать, их не адвокат. В общем, они там офис устроили. Я говорю, хорошо. Я подошел, сидит Нурадин, тип наглейший, я даже таких не видел. Мы для них как будто свиньи. И он мне говорит, ты, говорит, на каком основании ведешь переговоры, ты вообще кто такой? Я говорю, я зять. Я говорю, помимо этого, у меня есть вот эта доверенность. Он говорит, покажи. Я ему показал. Он это швырнул так, говорит, пошел вон отсюда. Как будто я скотина какая-то, да, вот понимаете. Я мужик, да, естественно, он мужик. Я ему говорю, да пошел ты тоже в очередь. Он говорит, я вызову полицию. Я говорю, ну вызывай полицию. А что я такого сделал? Буквально я зашел домой. Десять минут не проходит. Приезжает полиция в составе одного сержанта, патрульная машина. И вперед него вбежали во двор вот эта толпа из трех человек. Значит, этот Нурадин, этот Арзу. И откуда этот Керимов заул появился, он вообще там не был и вообще не имел представления, что получилось. В общем, и он тоже. И они пытаются ворваться ко мне в квартиру, типа, вытащить меня на силу. Начали меня скручивать. Начали, да, начали меня скручивать. У нее жену ударили, с ребенком вместе, она упала. Семимесячный ребенок на руках. Он ударил ее, она упала. У нее молоко пропало даже. Она даже пошла в скорую помощь, у нее там бумага есть. Моей дочке сейчас 8 месяцев. Этот ребенок дважды подвергся психологическому стрессу. Это что за безобразие? Мы голосовали за президента за что? За что, чтобы он позволял вот этим бессовестным людям мародерничать и, в смысле, творить над своим народом, что они хотят? Кто они такие? Кто им давал такое право? Это жуткое, что происходит. Что вот эти вот твари, я говорю откровенно, честно говорю, это твари, это не люди. Они восстанавливают, вот всех, всех людей восстанавливают против руководства республики. Это откровенная провокация. Это специально делается, сознательно делается. Подпольные центры над этим работают, я не знаю кто, но я со всей ответственностью заявляю, что они восстанавливают всех людей против руководства республики. Даже полиция не смотрит. Мы написали письмо, написали, ваше даря наше есть, республика, это полиция. Мы туда дали заявление, они послали сюда, они тоже не смотрят. Это не наше дело, это прокуратура. И прокуратура не смотрит. Зачем ее обзывают? Зачем? Старая женщина, зачем его обзывают? Она русская, поэтому что ли ее обзывать надо? Я извиняюсь, вы к Забелину не обращались, к председателю русской общины? Нет, понимаете, дело в том, что, да, мне говорили, что обратись и в посольство, и к Забелину. Я гражданин Азербайджанской республики, да, я русский, я воевал за эту родину. Я Малаканин. Наши Малакане здесь проживают 300 лет. Обращение, значит, президенту Азербайджанской республики, значит, главному прокурору Закиру Гаралову, значит, министру внутренних дел Рамену Субова, в милимеджлис, значит, депутату по этому округу, который сюда не пришел и вообще он пропал в неизвестном направлении, Фуат Мурадов. Где он? Его избирали люди, где он сейчас находится? Дальше. Комитет по правам человека при милимеджлисе Рабият Аслановой. Она вообще должна была отреагировать на это очень жестко. Она должна была приехать, если она сама не могла приехать, она должна послать сюда двух людей хотя бы, чтобы посмотреть, что здесь происходит. Это частные лица скупают эту территорию. Государство к этому не имеет никакого отношения. Все государство от этого отказывается. Говорит, нет, мы даже не имеем представления, что это. Вы с полком обратились, и с полком отвечают, нет, мы ничего не знаем. Мы не давали никаких распоряжений, никому тендер не отдавали, не объявляли тендер, ничего. Использовательная власть Сабаиловского района? И Сабаиловского, и городская. Использовательная власть Сабаиловского района? Использовательная власть суббота. Мы ее объявляли. Мы носили на верху целом. У меня рухло, и плотно появилось. Аруду Меммедова. Меммедов. Вот Меммедов, она ееיר. Аруду Меммедов. Мы видим эту работу. Вот такое место. Как мои дети, как хозяйства. Как мне, как детям. Я сказала ему, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Я говорю, значит, надо, чтобы кого-то здесь убили или я должен теперь, значит, с топорами, с ножами защищать свой дом от этих беспредельщиков тогда вы приедете, тогда прокуратура заинтересуется, да, что кто-то это самое, кого-то убили, да, это сенсация Из какого отделения вам пытались подкинуть наркотики? Не отделение. Они, когда меня скрутили, просто не договорил я, когда они меня скрутили, они меня насильно выпихнули из дома И когда вот это все происходило, вот этот заур, он пытался в задний карман моих брюк подсунуть что-то, понимаешь, я же вижу, что у него в руках что-то лежит Откуда я знаю, что у него там лежит? Может, он кусочек гашиша туда положит, скажет, он обкурился, пошел с нами, там, давай, или мечты Иди потом доказывай это все дело, понимаете, в чем дело? Разве такие вещи можно делать? Я написал прокуратуру, вот моя просьба прокуратуры, кстати, она зарегистрирована То есть вот номер есть, вот, это самое Номер 491-613 Это моя жалоба Мне никто не приехал, ничего не происходит Давайте пройдем во двор, посмотрим, что у нас тут творится Посмотрите, посмотрите сюда, пожалуйста Посмотрите сюда Вот мы здесь живем Как нам проходить? Вот как нам проходить к себе в дом? Щебалки, они сняли из дома То есть стены могут быть подвержены шатанию То есть здесь идет нарушение как архитектурных норм В МЧС обращайся, куда не обращайся, бесполезно Даже постановление есть, что нельзя трогать Если люди живут, нельзя трогать Ничего, сегодня маленький ребенок когда спал Там у нас как крыша, залезли на крышу, начали долбить Мы испугались вначале, да? Просто потом слышим, бум-бум, и стекло разбилось Да уже испугались, думали, наверное, на ребенка пошло Вот не знаю, очень страшно, конечно Нам, во-первых, еще деньги не дали, уже все рядом сносят Мы просто все в шоке Сколько вам предлагают? Стандартная цена 1500 или как? Ну да, да, просто ради наших квадратов И у нас ремонт, мы не согласны Как-то это несправедливо Как-то это несправедливо Сколько вашему ребенку? 7 месяцев, еще маленькая, да? Если бы на нее стекло упало, я не знаю, что было бы просто Нам сказали, что мы здесь, они вот привели в негодное состояние Выкинули нас на улицу Без никаких документов изначально Приходят, кого как могут наезжать То, что там вот сказал, вот наш сосед здесь сверху Он сказал, что мы, типа, против правительства настраиваем Знаете, каким образом? Не то, что они против правительства настраивают Они просто, например, говорят, что Ну, вы знаете, и не такие, как вы были И снесли мы их И вообще, вы знаете, а вот в том доме мы снесли И никому ничего вообще не дали А вот там мы вообще, вот был, мы его вот тоже Вот выкинули, вот так, и он ничего нам не смог доказать Это о чем говорит? О том, говорит, что о безнаказанности Если они говорят правду Это первое То есть до сих пор они нам конкретно не сказали, кто они Откуда они, кто их послал, на какую фирму они работают Мы так предполагаем, что они какие-то маклера Здесь был один, вот, как Виктор сказал, нулятин Который очень много нервов потребовал Его семья особенно И с моим родственником, вот я вот в этой крыше, да, живут Вот, которая шиферная Вот эта вот шиферная крыша Он особенно нервы потребовал Они увидели, что он перебрал Они пришли потом, увидели, что это уже, он сделал лишнее И этот, когда вот у него была конфликтная ситуация После заявок в прокуратуру он исчез После этого они пришли, сказали, что Ну все, мы его, говорит, уволили, говорит, да Его умолшение у нас не работает Его жена, например, подписалась Она пришла к нам домой, вся на нервах Плакала, у нее баники ребенок Руки тряслись Она говорит, я завтра пойду себя подожгу Я говорю, как раз вот этот интендент был Вот когда человек поджег себя Он говорит, слушай, успокойся Ладно, да, что ты нервничаешь, да Подожди, Витя приедет Он был по служебной командировке в ответе Нет, в общем, я не могу На следующий вечер А он на следующий Я слышал, что она уже подписалась Я говорю, зачем не подожду Она говорит, у меня просто нервов больше нет Они узнали, что я просто уехал Они начали на нее давить Она так кричала Я сам там в панику вошел Я уже думаю, чтобы Она мне еще что говорит Я говорю, если бы я не слабым характером была бы Я бы повесил Ребенок маленький Вы понимаете мое положение? Это с ума же сойти можно Когда ты черти знает сколько километров от дома А у тебя в доме вот такая вещь творится И ты не в состоянии что-либо сделать Я сказал, ладно, продавайте И фактически нас принудили к сделке Просто принудили К невыгодной сделке Это уголовно наказуемое дело Еще что хотел добавить Не хотел говорить Это в общем-то Но у меня зять иностранец Он шотландец Он уже по этому безобразию Обратился сюда, в посольство в Английское Это его резиденция Он здесь прописан у меня в квартире Он обратился сюда, что творится такое безобразие Мою резиденцию рушат без моего согласия Без моего участия Без ничего Они привозят в аварийное расстояние А потом идут докажут Стыдно будет просто стыдно Перед всей Европой Перед всем миром стыдно А он, я говорю, он настырный мужик Он не остановится Эти люди внизу кто, я извиняюсь Это мародеры Непонятно, что они такие Девушки отдыхают Девушки отдыхают